после таких поступков бумеранг возвращается безмерно тебе благодарен твоей команде никого нет дороже мамы запомнит его я секунду меня бросила в холодный пол джимми не хочет чтобы я к ним приехал а мото с яйцами денег не бери да пусть будет подарок от нас вообще-то по идее инвалид короче вам обоим бесплатно это не гарантий не случилось до излишне масло в таком состоянии не может быть история успеха начинается с детства с наших маленьких мечт которые становятся реальностью с маленького шага который потом превратится в твой жизненный путь знание ключ к будущему если ты дополняешь знания азартом тебя ничто не сможет остановить не бойтесь трудности а не ваши учителя смело сделать первый шаг вот что отличает лидеров поверьте в себя и неопреодолимых препятствий не будет существовать сегодня сослан не просто мастер в автомобильном сервисе он предприниматель вдохновляющий других на своем пути к успеху никогда не сомневайтесь в силе своей мечты поверьте в себя поверьте в свой успех и не забывайте о сервисе который поддержит вас на этом пути я тот кто я есть я слышу свое сердце друзья всех приветствую что в этом ролике мы вам покажем не хотим словом просто у меня других слов нет такой наглости еще жизни не видел мне интересно что вы скажете по этому поводу по случая с мазой жду от вас комментарии ну вот и так наши добрые дела так пусть будет нашу копилочку не помещают вот так что я побежал а вам желаю приятного просмотра мама у нас одна больше их не будет пробег ребят опята двести шесть тысяч девушка купила машину а где вы покупали в январе в январе вам подбирали дают там не то что подбирали у меня проверяли машину специальный человек который я заплатила помыл ее на мойке поднял все просмотрел сказал все крутая машина можешь брать я естественно из москвы приехала брянск и взяла эту машину ну вам сказали да что с нечет короче короче коробки хана здесь 0 а w стартовый пакет сгорел и отече везде я не знаю кто он подбирал но как в разу не подберут вам олег позвонит когда снимут разберут все посчитают вам вам согласует ремонт и на ремонт и полностью ну вот так вот ребят подбирают машины девчонки будьте повнимательнее не надо верить блестящим свистящим людям которые на свинь снизу блестят сверху свистят тысяч триста она сейчас влипалась тоже не ошибаюсь посмотрим но по коробке здесь 200 250 обназначены ребята смотрели поднимали там все горь течет сальник коленвала подушки ну короче сейчас будем разбирать вместе с вами все увидим как подбирают автоподборщики машину подобрали ей геморрой на голову не машину давайте посмотрим разберемся все под ними вместе увидим честно случилось небольшой обзорчик сделаем на китайцы китайцы между прочим там вот им гранта ставить такси с гарантии сняли человека сери-черри и дилерский центр черри ауди за ауди да кстати одна вариатор другая дэксгэш ксдпро две аудитки оба на съем на капитал девушку жалко вот интересно вот автоподборщик когда покупал эту одну подбирал машину он ее поднимал смотрел или так пробежался как как они работают поторкали типа что-то понимают ну чего вот печи у нас во первых по радиатору как мы видели ага печи радиатора трубки либо радиатор ну кому-то разбираться это надо замыть и завести и убедиться на я крышка сальник передний коленвала ага и вот это передняя крышка да да задний сальник колено потом тормозные диски у нас автоподбор мой кардан все снимай коробку все понятно сейчас дальше скажу да это потому что такой автоподборщик резинка подложена даже чтобы не гремел этот усилитель такая что заварили и для нам просто резинку подарили чтобы она не била ну ладно подкладку сделали чтобы не било здесь нормальные ребята которые поднимают смотрят все тщательно все проверяют также тщательно и спихивают вот эти машины люди вместе совместно с продавцами она продавец тоже отбашляет там типа этом не надо это все зачем девчонка берет и как говорится мучается дергаем смотрим что с коробкой ну в целом поспорим откуда течь андрюха володя давайте вот так вот обманывают девчонок действительно которые наивные верят что вот там кто-то помог им конечно сейчас даже врагу такую машину бы не подобрали землей пахнет два понедельника ждут осталось ну вот вам вариатор ребят 0 а w все есть тут уже корпус на ремонт сразу столить номера корпус масло воняет ужасно жесть за тролу так задролу цепь кусками ахринита как так она и да здесь папа дос вообще жесткий ребят и стартовый пакет приехал выгорел вместе стальными дисками задролу все конуса задролу корпус ремонт там тоже ремонт корпуса короче все понятно жесть просто жесть вот что надо здесь ремонтировать все написано все запчасти написано вот ценник вот капитальный ремонт это это без мотора без переуплотнения двигателя и нравится согласовывать до двухсто шестидесяти это мы не сможем опустить забирать машина когда диапазон десять четырнадцать дней запускаем это еще прикину мотор течет передний коленвал и у нее еще радиатор течет трубка либо замените трубку так сделать а вот с мотором посмотрим давай когда замоемся убедимся откуда течет может это тоже сделаем она в шоке что-то вы стоите или сидите стоите или сидите воду автоподвод она такая мне говорит сейчас секунду меня бросила в холодный под ладно пусть наберет говорит она заплатила да за подбор машины конечно на деньги подборщику дала все подобрали ей все когда покупала она ее искали все хорошо да все подобрали за поняли но без нее что делается только включил и без она говорит без меня все делали мне просто поверила человеку типа это знакомый порекомендовал и все я взяла как и купил ну то есть чисто на слова этого человека исходил и все вот попаду сейчас по мотору еще переуплотнению это еще тысяч 60 то может добавить снимать сальник алина у меня все уже один старая он просто отвалился по периметру сам текло корпуса клеился машина готова ребят собрали поставили устранили все течи до хрена чего же сделали на самом деле очень много подборщику поверила хорошему вот тебе и подборщик то сделано то сделано договориться на обкатку машину и на дачу и 260 тысяч ремонт ребят под ключ до хрена чего не написали это устранение течь там там везде эти течи устранили это даже не считали ничего так нельзя делать лишь бы продать и все попрощаться ему свое время после таких поступков бумеранг возвращается скорее всего подборщик с покупателем еще договорился все течет у тебя она не могла за вас взять и потечь вот так все ее и продали пошла начала течь 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 на нее залезли и сплавили продали тебе якобы подборщик ну короче другу спасибо скажу своим то посоветовал подборщику у тебя вышло 285 250 ровно 260 тысяч это чисто от нас скидка 25 тысяч но вам другой дадут с чеком с документами это просто чтобы вы видели это все что вам сделали жесть и еще много чего не дописали что устраняли течу это так чисто уже новом добавок ребята сделали родная на родных стоит ничего там не приняли 5 чтобы масло меняли там масло она была такая светлая видимо перед продажей увидели проблему началась проблему но мне он сказал что он хочет более покруче машину ну а чё он скажет я верню хочу продать кто это скажет я думаю лет пять шесть а да он сколько тысяч сто пятьдесят она тебя продает нет просто по трассе мотаюсь единственное ну 150 тысяч километров сколько ну это я поняла он расстроен что такие деньги на замену вас гарантина обязательно надо приехать за это могут снять гарантии тяжело отдавать держи пока мама не и обрадуем вам пусть пусть подарок давать вам обратно так что всегда за мамой всегда потерялся все нормально короче подарок вот обрадовался конечно точно все двести шестьдесят тысяч вам обратно видишь как бывает обрадовался настроение появилось забери его кино прямо купим у чего хочет скажи всем спасибо все давай за мамой смотри маме помогай понял вырастешь рядом с мамой стой всегда прямо как гора стой рядом с мамой всегда никого нет дороже мамы запомнит его понял ни девушек ни жен никого дороже мамы нету запомнил потому что мама у нас одна больше не будет а эти девушки они все пройдут и уйдут их много очень бесконечно их все ребят до свидания мы побежали это вам от нас подарок от сдпро а другу вашему спасибо скажите пересечетесь как-нибудь скажите а хотя видео скинете она выйдет скоро на ю тубе и скажете вот спасибо просто у вас отлично большая я знаю знака я вам хотел подарить просто книжку это вот девяносто шестом году в знак повторил советскую серию русских скажет это вот билибин очень известный художник за это вот у него картины вот они все они из третейковки и он сделал для советской стране сделал такую книжку и мы хотели повторить но его рот запретили почему потому что хотели отчисления и весь тираж уничтожили вот эта книжка нигде не продается это вот просто можно только подарок спасибо огромное это для детей можно да да это детские сказки русские народные отобранные советскими писателями без всяких сектантских моря нет нет это прямо вот у меня были все эти же книжки все спасибо спасибо огромное спасибо 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 большое так это по subaru 14 года у вас 146 правильно вышло с скидку делай 17 500 суббирай работу вообще ну все давайте давайте гриш тебе тоже скидку за короче если меня кто-то ловит на приемке с клиентом все это скидки это вот так вот короче происходит не могу нет сказать просто не могу копейки заработали ну пусть человек обрадуется так амода а до нее на чем ездили и как по надежке все-таки чувствуешь понадежен а это чё а вариатор cvt 25 это не ремонт друзья это замена маслом частичная коробка в целом довольны такси инвалид то есть фильтр поменяли так и чё еще поменял и тонкой такой но без стружки без ничего да все красочек покажем вас ю тубе у вас вышло 17 300 в общем и в общем 15 все работать фильтр фильтр и масло то есть два фильтра и масло в общем частичная замена 7300 и 2300 вам скидку спасибо большое нормально приятно спасибо карточка у вас где здесь телефон в телефоне ну тогда нет не оставьте себе не надо мы вам это делаем бесплатно подарок шутер я когда им шуте вот в каких-то роликах шутер видели мои давайте я побежал это вам чисто подарок а где можно оставить да не надо ничего оставьте увидите на ютубе спасибо тебе огромное здоровья вам за это вам здоровья вам надо работать на пенсию не проживешь спасибо тебе чеки все дайте человеку денег ничего не берите спасибо удачи вам спасибо наш подписчик да получается я подписан на канал и смотрю регулярные ролики за это сюда поехал вы занимаетесь коробками надо ехать куда где знают делают а теперь вы будете точно уже но я сюда буду приезжать гарантированно спасибо вам огромное очень приятно Дарго новая машина позавчера купили и смотрим вся за антикорина все подготовили как положено смотрим уровень и состояние что за так должно быть да уровня нет вообще ничего нет вот капля висит ну подойдите вот капля висит по идее должно вытекать ну да да ну че заливаем заправляем ее болт тебе ну масло хорошее прозрачное то есть она не черная ничего все нормальное хотя бы здесь хорошо просто передней видите да как двигают они новые а потом говоришь и не верят не верят люди не верят вот и стулы доехала машина сюда ребят ну че нормально пойдет ну это расходник оставим как бы да но все равно такого не должно быть в целом все за антиковина остались ну главное главное кузов чтобы сам кузов не гнил а это все меняется соленблок вот этот сам изгнил то есть кузов нормально все хорошо уровня нету имейте ввиду чтоб не попали не устраивались в этой ситуации короче вам обоим бесплатно езжайте вам тоже подарок от нашей компании езжайте спасибо большое удачи ребята спасибо большое счастливо достали одного неправильно было вдвоем встали значит двоим подарок новая машина новая машина 2800 машина гарантийная сейчас скажут о чем к вам приехал надо чтобы убедиться в чем проблема а потом к дилерам уже потом как говорится в детский сад пусть посмотрят там скажут правду или нет мелочь вообще ни о чем так что вообще не заморачивайся едь к ним послушай что они тебе скажут до 31 апреля да они сказали не не завтра всех дилеров уже не вот автомир позвонил сказал завтра на 18 да 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 все к ним если если они сейчас скажут ничего у вас нет ошибок ошибки вы сфотографировали которые были да самое главное чтобы показать им бумага о том чтобы у них были а это фиксирует прям потому что Джили не хочет чтобы я к ним приехал вот пусть людям пусть не бросают людей я не приеду к ним никогда в жизни гости пусть нормально относятся а я же общаюсь с директорами говорят не надо к нам проходить я говорю первое же обращение давайте честно скажем как есть открыто вы прям нарушили сильно ну реально нарушили это вот единственное наше даже не по времени единственная наша просьба была это чтобы вы как бы приехали на гарантию вы не приехали спустя 9 месяцев из-за того что она стояла возможно что-то там долго стоял в машине что там с ней делали мы тоже не знаем в другом сервисе как бы ставили и ничего не трогали и коробку по идее сейчас вот эти 39 800 вам и выставили счет правильно да да а первый раз стоит ремонт первый ремонт 150 300 вы заплатили за ремонт капитальный ремонт короткий да это это 99 ну 180 99 она стоила ну просто мне интересно нет она не стоила и красить ее не надо было ну просто столько денег уже вбухано и сейчас не знаешь и сейчас еще 38 39 тысяч да ну обидно сейчас столько денег отдать и еще и без гарантии сейчас как короче гарантию сохраняйте человек и подарок от нас и гарантию и денег не платите спасибо все нормально он у нас чинился 9 месяцев назад починили все сделали ему все он поехал и оказывается он ее на покраску оставил вот она у него стояла он там 100 километров проехал на ней 9 месяцев красить конечно ну ладно я даже не хочу разбираться странно чуть-чуть ладно но по факту он сейчас приехал когда неделю назад нам во-первых не приехал на гарантийную замену масла и сроками нарушил и пробегом то есть не выполнил гарантийные обязательства она у нас простая до полутора тысячи на частичную замену масла просто надо приехать и все это обязательно единственная наша просьба приехал говорит у меня там что-то запиналась он оплатил там около 170 с чем-то тысяч за ремонт коробки сняли гидроблок все сделали все проблем нет ну естественно его сняли с гарантии и сказали за гидроблок надо платить ну тут я как бы не согласен неправильно если верить ему вот как есть верить ему да он говорит я сто километров проехал она у меня начала подпинываться я не исключаю что мои ребята могли тоже как бы ну не до конца ее сделать она вот чуть-чуть покаталась хотя мы и по два часа катаем машину когда перед тем как катать и по три и по четыре катаем даже бывает ну не хочу я разбираться кто там что виноват по идее он как бы с гарантией снят потому что он не приехал на замену масса не предупредил даже некоторые звонят предупреждают да что там стоит машина еще что-то ну вот хрен его знает скрутил он не скрутил он не хочу даже разбираться вот ей богу не хочу чтобы он уезжал недовольный еще заплатил бы сейчас деньги повторно за гидроблок быть мне на его стороне было бы мне тоже обидно что мне надо еще раз заплатить я сто километров проехал тут надо уже подходить к человеку с пониманием да и на его месте я бы тоже возмущался бы и мне было бы неприятно если бы так ко мне поступили в целом ну это жесть что значит ну снялся с гарантии хорошо но я не проехал полторы тысячи чтобы там что-то о чем-то говорить там она практически не работала коробка у него я говорю ничего не надо платить гарантии у тебя где сохраняю только пожалуйста приезжай на замену масла на этот раз приезжай точно ну он обещал говорит все что я сейчас приеду но он обрадовался что и гарантию сохранили и повторно за гидроблок они взяли у него деньги потому что в прошлый раз у него за соленоиды деньги не брали у него рабочие были там гидроблок по-моему коверяли чуть-чуть и все я даже уверен если сейчас будем копаться наши вины там вообще от слова нет и плюс он еще и нарушил как бы да ну тут должно быть человеческое и надо как-то иногда даже не иногда эти случаи надо как-то контролировать сейчас представляете он уезжает без гарантии еще и заплатил за то что он не платил первую ну в первом ремонте поддержал его как бы чтоб человек улыбнулся и уехал довольно да и от этих 38 тысяч у меня жизнь бы не изменилась как бы да ни в худшую ни в лучшую сторону так для него я думаю очень сильно это меняет эта цифра и конечно ну машина старая он в нее вкладывается так что катайтесь не ломайтесь и ребят прошу всех других не нарушайте приезжайте хотя бы если что-то не получается звоните сообщайте и все всего лишь позвонить сообщить чтобы это все зафиксировали мы все в жизни бывает не все могут успеть я даже закрою глаза на две тысячи на пол 2 500 приедут на замену масла ребята все работают строго по регламенту по правилам да и где-то мы можем эти правила ну сами понимаете да это не конституция какая-то там да с печатью и с подписью кровью что только так и все как бы да мы все мы люди и где-то надо идти на встречу вот так вот надо следовать гарантийным обязательствам обязательно надо следовать чтобы как бы все было черно еще раз убедились ребят что масла в коробке не хватает машина гарантийная дилер не стал ничего делать пробег 1400 охренеть новая да у тебя в пакете еще она миллион людей скажут а почему он сюда приехал а вот скажите почему сюда приехали потому что мне чтобы просто долить масло в коробку дилеры сказали два месяца ждать они признали то что не хватает массу в коробке дилеры признали то есть не хватает признали но ждать надо два месяца для того чтобы они удивились когда вы сказали проверьте масло там нету ее да они сказали зачем я говорю ну проверьте давайте посмотрим когда посмотрим слухи ходят да проверим давайте они говорят что да ладно да а вот если бы не сказали только машин было мы ни разу не смотрели ну вот ребят подняли 800-700 грамм не хватало масла пробку сняли и мне капельки масла оттуда не вылилось они сказали приезжать 15 мая чтобы определить будет ли это гарантийно а может быть еще и не будет все я понял зачастую в таких случаях человека снимают с гарантий прощаются то есть это пользуются они этим потому что человек пойдет что-то сделает где-то по-любому ну себя перестраховать и они этим моментом не брат пользуются и людей снимают с гарантией ну это как они устно снимают но когда ты туда приходишь им кое-что к носу преподносишь правильно гарантия есть все нормально люди разные да есть люди которые слабые они не умеют не могут разговаривать боятся и вот таких они пользуются и пошел все они либо в судах либо в сервисах Москвы на ремонт выбрать не хотят разбираться вот этого не хотят деньги в кредит берут слеза сейчас проверим уровень масла в роботе ребят неужели дилеры услышали что я сказал они вам признали что не хватает масла я видел а чешки не доливали они тогда не стали это надо инженера по гарантии гарантий не политик понятно жидкости не является гарантийным случаем понятно я говорю здорово а если я купил без жидкости а вот потом уделяется почему я так к ним отношусь а как к ним относиться то есть я покупаю машину там нет масла не хватает мне что надо сделать ну видишь не грамма масла ну я знаю я знаю это как да ты чё мне говорят езжай до мая будешь ездить в мае мы еще раз посмотрим ага ну да коробку сломается поменяем логика супер логика просто заливай в уровень выставляйте и все вот вот ребят роботы масла не хватает ребят имейте ввиду чтобы просто перестраховаться дилеры в курсе за это а половина из них они сами не понимают вообще что делать короче не раньше расписывать все подарок от меня сейчас вам выгонят мужчины в группе сидите по любому вот им привет передайте от меня все думаю я в раке а я не в раке я наоборот пытаюсь помолить это хлеб мой наоборот идите сюда принесите мне деньги но у меня нет такого брата есть он нету его я говорю о проблемах я расскажу о проблемах я помочь хочу чтобы услышали нас китайцы сделали ее пусть она будет дороже зато уверенно спокойно катались я бы сам себе ее купил это зараза больше всех мне нравится но я говорю как есть вот джили если так взять он мне не заходит по дизайну не заходит понятно кому как кому то она вообще супер мне черри больше нравится чем джили именно по дизайну я сидел и потом я кодиллак продавал извините я тут не говори вот мы сейчас можем зайти сюда вот сюда ребята и у вас слезы пойдут что они будут вам рассказывать про эту машину а это вся гвардия они уже близкие мне все стали это будешь окия теперь уже черри ребята хорошие здесь я понимаю 26 лет браться этим машинами занимаюсь и все эти блогеры и вообще вот и конченые они даже не знают как колесо должно правильно вращаться но про машину знают все и рассказывают вокруг машине все но под машину спросите когда они залазил ну дожди как там выглядит вообще под машины как трубы глушители идут они даже не знают но зато они рассказывают про машину хорошее это или нет так я исходя из технических соображений могу понять человек говорит обоснованно или не обоснованно вот в чем но что он говорит это я не могу я не специалист по автомобилям вот что и поэтому нужен тот кто именно авторитетно может заявить потому что он может показать цех, где у него запчастей, горы лежат. Скажите, ребят, вот это мы все сами разобрали и сами собрали. Поэтому мы вам скажем, что мы видели вот это, вот это, вот это. Представителями кипишую, я уже с ними воюю. И они мне доказывают, что это белого цвета машина. Это белый цвет, разве? Вот они такие, что они говорят, что это белый цвет. Вот MG. Вон она. Вот ради прикола, смотри, брат. Далеко не надо идти. Сам трогай кузов. Ты чувствуешь пальцем рукой? Да, другой. А теперь дотройся до твоей машины и до той. Фольга. Разница 0,2 по штангелю. 0,2 идет. А у этих мы примерили, 0,1 идет. Сейчас я иду в Китай и хочу рынок их не посмотреть. Внутренний рынок. Такой же кузов, как на MG или такой, как сюда отправляют? Для меня надо, для истории нужно. Вот MG. Зараза, крепкая машина. Она реально крепкая. Ее еще не было нигде. Она нет в России этой машины. Эта машина для Дубая. Я ее оставил у себя. Мы ее разобрали. Все. Все разобрали, собрали и все. Теперь она едет на презентацию. Кузов, все внутри, как сделано грамотно, все четко. Мотор чугунный застает. Такой же, как здесь у ТСК. 4-цилиндровая, 1,5 литра. Это английская машина, брат. Это не китайская машина. Просто Китай выкупил ее, а так это Англия. До всех машинах так. Блоки друг к другу общаются неправильно, не настроено у них все. Если бы общались бы, возможно, этих глюков не было бы этих машин. Все бы работало четко. Могут, брат. Могут. Я знаю, что вы уверены, что и сделают. У них не было времени ее испытать. Нельзя было испытать. А сейчас испытание это мы. Понятное дело, воспользовались моментом, все. Весь шурпотреб. Они ко мне приезжали сюда. Переубеждали меня, что мы хорошие. Рад был с тобой знакомства. Да, взаимно. День, два, три покатайся, если будет возможно, заедь. Поднимем, глянем, что все сухо. Просто перебиздеть. Это как бы нормальное явление. Перепроверить. Из черри клуба хорошего. Здравый все слышит, понимает. Вот такие бы все были там в черри. Просто я так благодарен. Просто я даже не знаю. Я сейчас уезжал домой сначала. Еще до звонка их. Потом они позвонили. Я просто не знаю. Запрыгал в автобусе. Вернулся обратно быстрее за плечами, чтобы все есть уже сверли. Все деньги назад, азархи, да? Все это копейки я просто безмерно тебе благодарен. Твоей команде. Юристу Борису просто риганское спасибо. Я не знаю, как передать свои эмоции. Я счастлив. Все деньги. 2700 косари назад. Все до копейки. Лишь бы, говорит, просто пожалуйста, нигде не освещайте. Ну не будем пока. Да, не будем. Просто по факту вот что-то было. Все, брат, давай. Спасибо, что я не говорю. Я не переживаю. Все нормально. Удачи. Давай. Ну что, полный возврат денег. 27 тысяч денег отдал. И в аварийном режиме уехал. Да ладно. Да копейки назад все деньги. Не будем говорить, что за сервис. Вы нас смотрите, видите. Таких моментов, если я еще буду замечать, без обид. Без обид. К людям так относиться нельзя. 24-й год. Где-то, да? Нет уровня. Серьезно? Да вообще ничего не может. Сиди, посмотри. Афигей. Выкрутили, все. Нету ни масла, ничего. Нету ни масла. Нету ни масла. Нету ни масла. Вот тебе китайцы, брат. Она заведенная стоит, болт говорит. Выкрутили, ничего не течет. Вот еще одна. Все, приехали. И сюда. Туда полтора у него пошло. Какие полторашки за сладость? Да, стол. Ну, не, не факт. Может 7-8 где-то так. Правильно, 7. Потом они ломаются и гарантии снимают. До свидания, прощают. Не-не-не, мы у вас будем отслышаться. Да? Да их, Настя. Ребят, 24-й год, пробег 4300. Представляешь, новые машины, масля нет в коробке. Здесь пол-литра, там полтора. Зелен, 24-й год, пробег 3700, полтора литра. Ребят, сюда масло ушло. 23-й год, пробег 50 тысяч. Не повезло мужику, очень сильно не повезло. 50 тысяч. Это капитальный ремонт коробки. Масло черное, как мазут. Это говорит о том, что ездил без долива. Нехватки масла были здесь. Вот так ездил, ездил и угробил ее. Гарантии тоже нет. Потому что такси. В форме для ребят. Денег не бери, да, там будет подарок от нас. Спасибо. Да, все, ребят, я побежал. Спасибо, все хорошо. Группа Хавал, привет передайте. Передайте. Чтобы знали, где люди, а где паршивые овцы, которые много болтают лишним. Вот еще один. Второй привез человек. Один на съем он привез. 48, ошалеть. Вот вы привезли на ремонт одну. И вот вы отошли, и два привезли в 2014-х годах. Такой же и Джулион. Сняли пробки, и уровнем нет масла. Не там, не там. Один в один такой же, да? Ну, такой же. Громный. Все. Тоже в один. Одну привез на ремонт к нам. Из-за того, что нехватки масла, коробка сгорела, выгорела. Наховали. Вон они, семерки эти. Сейчас посмотрим здесь масло в ужасном состоянии, ребят. Смотрите, ребят, это DSG-шное масло в таком состоянии не может быть. Просто не может быть. Она должна быть желтая. Вы сами знаете, какого цвета. На таких пробегах, тем более. Есть. Есть уровень, да? Да, уровень есть. На остальных нет уровня. Берегите, друзья. Самого плохого не советую. Сегодня день китайцев будет. Вот еще один Чанган. Давай сюда ее. 6 тысяч пробег. Почему они ничего не берут в этом? Смотри на эту машину. Ручка не дает, смотри. Сколько такая стоит? Здорово. Здорово? Да. Крупа здесь, а масла нет, да? Смако, нет. Все, понял. Тут ничего не лезет, все, слышно. Ну, все, зашибись еще. Вот вы китайцы, а. Жесть просто. Не знаю, что там замкнуло, короче, это. Деньги возвращай назад, все. Опять в смысле? В смысле? Опять начинается, подумай. Ну, слушай, ну, все, я побежал. У меня съемки. Спасибо большое еще раз. Удачи. А ТСГ-шно вы делаете, хорошие? Да, любые, вообще, любые. А так все, катайся. Он у нас чинился больше года назад. Гарантий нет у него. Мы ему бесплатно делали ремонт. Это вот Андрей, которого кинули на 330 тысяч сервис. И он приехал ко мне уже, такой, в отчаянии, уже не знал, чего, где. У него демпфер развалился на ДЦТ-450. Ну, сейчас я смотрю по программе, он машину забирает и деньги внес там за какие-то работы. 33 тысячи. Я думаю, я правильно сделал. Хоть и гарантия закончилась у него, но я вернул ему все обратно и бесплатно обезвали машину. Это полностью капитальный ремонт был заново. Просто деньги брали у него за то, что мы не делали в прошлый раз. Потому что на тот момент это все было рабочее и в хорошем состоянии. Ну, тем не менее, демпфер мы делали. Демпфера тоже заделал это все. Вилку мы ему тогда не меняли, а сейчас пострадала вилка у него. Вот, и потащил демпфер. Ну, демпфер не то, что развалился, уже не стоило ее оставлять, потому что все заново остановили ему ее дали. Там человек бы вынес у него 1150 как минимум. Ну, мы пошли там встречу, типа, ну, вот оплатите за запчасти, там, за работу ничего не надо. Ну, я и это ему вернул назад, как бы, я считаю, что я все правильно взял. 176. Девушка Юля просит скидку. Давид я взял уже 10 тысяч скидку, и она сейчас еще у меня просит скидку. Не знаю, посмотреть, сколько там вышло. Сделаем скидку ей. А так все готово уже полностью. Все, сделали хорошую скидку. Не сделали тысяч двадцать, как-то. Ничего страшного. Ремонт. 123 тысяч, ребят, вот вышло. Вы внесли 60, а у него не 500. Хочите скидку. Да? Я хочу, спасибо. Бесплатно хочу, и все. Вот это нормально. Такое бывает? Не за первый раз на дружбу тебя. Хочу, и бесплатно. Так. Это первая машина? Да. Почему последняя? Почему последняя? Не знаю. Как раз пока сейчас пошли. 176 еще правых времен. Не только подшипник. Да. Ну все, столько же сейчас нужно сказать. Проверим. Зачем это? Ну там каждый месяц. Что-то все. Мелочи. Ну, постоянно. В машине уже 12 лет. Ну да, машинку сама по себе неплохая машина. Ну, а лучше чем любой новый китайский. Согласен, да. Любой новый китайский. Она лучше. У меня в курсе, да. Коширил. Слушай, ну, дай этот остаток, что они внесли. То есть 123 тысяч. Сколько здесь вышло? 61. 10, 20. Это вы еще мне должны денег? Я? Вообще, да. По идее. Ну, как остаток. Нет, у нас остаток. Нет, у нас остаток. Сейчас, сейчас, сейчас. Сколько там остаток? 61. 123. Минус 61. 500. Мне кажется, что наша репутация хорошая. 62 тысячи. Минус 61. 62 тысячи. 698. А, это вы еще должны. 62 тысячи. 698. А тут вы еще обратно у меня просите. Вот я даже вам возвращаю на 500 рублей больше. 62 тысячи. 62 тысячи. 62 тысячи. Вы приехали на ремонт капитальный. И вам еще больше денег дали. Мы еще проверим. А что там проверять? Там нечего проверять. Точно? Обижайтесь. Обижайтесь. Да. Наглазы порышались. Это вообще нормально. Ну вот, вот, кофточка ваша. Все, спасибо скажешь. Давайте. Все. Давайте. Можешь еще встретимся? Без спасибо, без ничего. Ну, а пристанется тут, что я не делаю вообще. А вот. Легко. Легко. Все, ребята, катайтесь. Чеки, гарантинные документы. Ну вот. Чеки дайте. Дайте. Юля все дайте. Она все. И сервис сейчас заберет. Молодец. Нормально. Молодец. Так надо. А я все это возьму. Проживешь с ней нормально. Да ладно. И так все, бесплатно сделали. Сейчас и машину заберет она. Кстати, про вас. Ну, катайтесь. Можно по рове. Давайте. Я думаю, вас обрадовали очень сильно. Да-да. Еще так, да-да. Ладно. Все, давайте. Хоть один сервис назовите, кто вам бесплатно ее сделает. Там еще, там возьмут деньги, и не сделают. Ну, может, и сделают, но бесплатно вам никто не сделает. Ну, это миллион процентов. Надеюсь, вам все понравилось. Но опять вернусь к мазде. Да что это было? Просто пересматриваю и думаю, да как я вообще так просто пи***. Извините за мат, но это реально что-то с чем-то. Я, конечно, встречал наглых людей. Ну, настолько наглых это вообще. Мне интересны ваши комментарии насчет вот этой случая. Что надо было мне сделать? Сказать, вот тебе, не бесплатно. Ну, как-то вот так я подался этой ситуации и стал разочаровывать девушку. Ну, блин, ребят, такой наглости я еще не встречал. Это просто атаман наглости просто. Она мне вырывала с руки все вот так вот. Еще пять минут бы сервис забрала. Ладно, пишите, что вы думаете. Надеюсь, вам все понравилось. А мы побежали дальше. Много работ, куча. Делегация китайских машин нас ждет. Так что все доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин